Escape from Tarkov. Начался новый хэллоунский ивент. Я для вас нашел и вынес из рейда более 100 тыкв, чтобы их открыть. Тыква со складостями, open case в Escape from Tarkov. Сегодня будет интереснейший ролик, так что давай там чай, кофе, потанцуем и не забудь нажать вот эту красную кнопку подписаться. Тыква со сладостями это новые ивентовые предметы. Открыть ее можно только в схроне, соответственно нужно вынести предмет из рейда. Ну, либо купить на барахолке. Но вот вопрос к тем ребятам, кто продает тыкву на барахолке. Ребята, обращайте внимание на комиссию. И буквально по чистой случайности я узнал такую информацию, что прекраснейший Дима Дистракт будет открывать тыквы. Его тыквы без галочки. И я решил с ним зарубиться. Я согласен с тобой, Димочка, зарубиться на одно желание и проверить, чьи же тыквы окупятся. Твои тыквы без галочки или мои тыковки с галочкой, которые я выносил на своих плечах. К слову, ролик о том, как мы собирали эти тыквы на локации лаборатория, уже совсем скоро появится на канале в виде нарезки. Мы там выносили по 10-12 тыкв, за рейд, было много пвп, было весело, так что подпишись, чтобы точно не пропустить данный ролик. Ну а в телеге Амургейм будет анонс всех роликов. Итак, что мы с вами имеем? Имеем мы с вами порядка 100 тыкв в нашем схроне. И все с галочкой. Ну что ж, настал тот день, когда тыквы стоит открыть. Поехали. Первая тыква. Ура, нам с нее, нам с нее упало. Ага, сок вита 3000, кола 8000, Аленка 18000. Поэтому я просто сейчас ускорю ролик, и ты посмотришь на все, что нам выпало с тыкв. Намекну тебе, что в схроне у нас ничего нету, да, только продукты. А, столкнулся с небольшой проблемой, нету места в схроне, потому что почему-то да. Сейчас пару секунд, что не придумаем. А, мы снова столкнулись с небольшой проблемой. У меня очень жестко забит схрон, и если честно, я не знаю, что мне делать. Я ведь даже не смогу сейчас все это продать на варахолке, и у меня тупо нет места в схроне. Короче, я, походу, обосрался. В общем, удалось мне более-менее разгрузить схрон, там кое-как позасовывал все в кейсы, открыли, наверное, порядка уже 50 тыкв. Сейчас будет тема магия монтажа, быстро уже перейдем к дальнейшему открытию. Фу, получилось более-менее отсортировать схрон, и вот сейчас ты можешь наблюдать на своих экранах то, что нам удалось открыть и получить с открытия примерно 100 тыкв. Ты спросишь, а почему ты тут оставил 5 тыкв? Потому что во время съемки ролика и открывания этих тыкв я вспомнил то, что вчера к концу стрима у нас в схроне было не 100 тыкв, а 105. Поэтому эти 5 тыкв мы откроем уже после подведения итогов и посмотрим, что выпало. Спустя полчаса удалось продать весь схрон наконец-таки. А продавал торговцам соки, именно терапевтам, потому что на барахолке там цена на 1000 дороже, но его практически не скупают. А эти денежки у нас с продажи непосредственно торговцам, то, что продавал торговцам, это уже с продажи еды. Давайте все заберем, сделаем финальный штрих. Ребята, получилось все довольно-таки неплохо. Смотрите, 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, 4,5 миллиона, 4 миллиона, 581 тысяча, плюс еще пачки сахара. Слышь, чат, а это неплохо получилось. Слышь, а мне понравилось реально, поначалу, ой, поначалу я думал, у меня нифига денег не будет, а тут нормально так уже 11 миллионов с продажи тыков. Блин, так это нормально, нормально так сказать, неплохо, неплохо, неплохо. Ай, ладно, давай для красоты и чистоты эксперимента продадим еще сахар за 47, ничего страшного, потом для крафта купим новый. 5 миллионов, 714 тысяч, 458 с продажи сотни тыков. Не, ну так-то нормально, бабок подняли. А, кстати, стример допустил небольшую оплошность и у него, оказывается, еще было несколько тыковок спрятанных. Вот, оказывается, я не все, друзья, открыл. Вот, поэтому суммарно я открыл не 90, точнее не 100, а 98, поэтому нам нужно еще открыть 2. Теперь мы подведем, наконец-таки, точные итоги, сколько мне всего выпало. Господи, это будет нереально сложно все посчитать. Конечно, сейчас открою и покажу тебе оставшиеся тыквы, что из них выпало. Но вот сейчас на своих экранах ты можешь наблюдать таблицу тех вещей, которые мне выпали. Мы не будем подсчитывать в денежном эквиваленте, потому что те предметы, которые продавал я на бархолке, у всех разная комиссия, у всех разный разведцентр. Цена тоже варьируется, да, кто-то будет продавать сахар за 47, кто-то за 48. В любом случае, Дима Дистракт, он без галочки. Он без галочки все это продает, так что кто еще и окупился, так это я. Мы будем с Димой сравнивать не касательно цены продажи, да, кто как продал, а количество предметов, которые нам выпали. И будем какую-нибудь там формулу рассчитаем, и на одной из наших ближайших совместных трансляций мы с вами подведем итоги, кто же из нас победил, я или Дима. А его результат вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Ну что ж, оставшиеся пять тыкв давайте тоже откроем, они уже непосредственно в счет не пойдут, посмотрим, что из них выпало. Ну, я уверен, что самогона мы с вами не увидим, только сладости. А вот на что с вами получилось, друзья. Но тем не менее, тем не менее, хочу сказать следующее. Нормально мы бабок поимели. Пиши в комментариях, чьи тыквы лучше, мои с галочкой или Димин и Биэс? Фу, ролик получился весьма интересный и нестандартный, странный. Надеюсь, ты не забыл влепить лайкос, как бы это смешно и странно не звучало, но лайки это двигатель процесса. В любом случае, надеюсь, ты с кайфом, да, покушал, либо посидел в туалете, смотря данный ролик. Желаю тебе всего самого наилучшего и до скорых встреч, увидимся с тобой совсем скоро. Зумерское сердечко тебе, как Никита Буенов показывал. Люблю тебя.